Роман, расскажите, пожалуйста, о этой книге, о том, на каком практическом опыте она основана, и о том, как вы ее писали. Всем добрый день. Меня зовут Роман Масленников. Я автор книги «Суперфирма. Краткий курс по раскрутке. 49 простых рецептов». Я закончил в кудрец социологии, после этого занимаюсь пиаром около 7 лет. И так в компаниях, так и в пиар-агентстве. И сейчас являюсь директором пиар-агентства «Простор» и «Пиар-консалтинг», которая, соответственно, и выпустила, обобщила опыт, который обобщен в данной книге. Я имею как научную базу, так и практическую. Все, что я знаю по науке, по социологии, по философии, здесь обобщено в 15 страницах. Все остальные 150 страниц – это исключительно практика, как продвигать бизнес, как его раскручивать, как делать его известным. Книга вышла в июле 2009 года. И к январю весь относительно, даже, наверное, крупный по меркам бизнес-издание тираж в 4000 экземпляров был полностью распродан. Сейчас книга, соответственно, приводится в допечатки. То есть, нужно брать пока есть. Значит, книга осенью 2009 и в начале 2010 года участвовала в четырех конкурсах по пиару, пиар-премии. И во всех номинациях книга вошла в финал номинаций по теории пиара. Но, по большому счету, здесь, конечно же, теории совсем мало, поэтому книга в этих номинациях и не победила. Здесь исключительно практика пиара. Такая номинация будет введена в будущем году, и следующая моя книга там обязательно победит. Соответственно, здесь – это практика по пиару, по маркетингу и по рекламе, как продвигать свой бизнес. Исключительно полезные советы. Вот, хотелось вернуться к названию книги. Скажите, пожалуйста, книга называется «Суперфирма». Какие отличительные черты настоящей суперфирмы вы можете назвать и на конкретных примерах, которые вы рассматриваете? Спасибо за вопрос. Забыл вас поблагодарить за приглашение в самый крупный магазин города Москвы. Я здесь уже второй раз. Это приятно вдвойне. И вы задаете очень хорошие вопросы. Но я хотел бы еще услышать вопросы от сегодняшних гостей, которые не пожалели своего делового рабочего времени и пришли в три часа на презентацию деловой литературы. Соответственно, тем, кто задаст наиболее острые и интересные вопросы, получит в подарок мою вторую по счету книгу. Она называется «Супердиджей». И эта книга нигде не продается. Она распространяется лично в руки заинтересованным людям. Соответственно, здесь можно получить для себя практические советы для тех, кто занимается персональным пиаром. Не только в шоу-бизнесе, но и в любом другом бизнесе тоже. Поэтому буду задать вопросы от вас. Книга «Супердиджей» самому интересному вопросу. Итак, ваш вопрос я забыл. Вопрос касается суперфирмы. Какие черты им присущи и на конкретных примерах? Что я говорю «Суперфирма»? «Суперфирма» — это та фирма, про которую пишут в книгах. То есть это та фирма, опыт которой изложен в ведущих бизнес-озданиях, ведущих бизнес-авторах. Как российских, так и зарубежных. Если про вас написали не просто в журнале, на интернет-сайте, в каком-то другом СМИ, но и в книге, соответственно, ваша книга «Суперфирма». Здесь как минимум две суперфирмы отражены в заголовке. Это «Евросеть», соответственно, созданная Чичевархиным. И «Тройка диалог», созданная... Точнее, нет, она была вначале, называлась, не «Маршистка», я открою. Называлась она от Тинькова до Теплокина. Значит, там это тоже присутствует. И, соответственно, Олег Тиньков второй создал две крупные компании. Банк Тиньков кредитных систем и Пил Тиньков. То есть те фирмы, о которых можно написать, соответственно, те и являются суперфирмами. Кроме них, здесь еще написано о... Всего здесь пять суперфирм, которые, в общем-то, приведены в конце издания. Это в виде простых рецептов по раскрутке от Сергея Полонского и Мирекс.Групп, названного Евгения Чичевархиным, Павла Теплокина и Олега Тинькова. Должен был еще войти Вадим Дымов и Надежда Копытина, но они к своему стадуату от этой затеи отказались. А все авторы, которые здесь упомянуты, они авторы фирмы, я имею в виду, они эту книгу подарок лично от меня получили. Может быть, уже есть вопросы? Дорогие друзья, если у вас есть вопросы, не стесняйтесь, задавайте. Роман Масовик прямо сейчас у нас в гостях. Книга называется «Всутольфирма. Краткий курс по раскрутке». Пожалуйста, присоединяйтесь к нам, задавайте вопросы, а наш господин на них ответит. Есть партизанский маркетинг, есть партизанский пиар, есть партизанская реклама. Все, что партизанское, все хорошо. Потому что что такое партизан? Это человек, который умеет делать крупные акции малыми средствами. Это или какая-нибудь статья, это или шествие, или акции, или ивент, флешмоб, какая-то, может быть, интересная реклама. И этот метод, партизанский маркетинг, является одним из главных золотых методов по раскруке фирмы. Вообще, как его сделать, это написаны горы книг, в России даже выходили книги. В общем-то, здесь писать особо нечего, по моему мнению, потому что это исключительно вдохновение. Либо вдохновение, либо озарение. Если оно есть, соответственно, есть и партизанский маркетинг, партизанская раскрутка. Это один, действительно, из самых золотых методов по продвижению фирмы. Даже самая неизвестная компания может воспользоваться данным способом, партизанским маркетингом. Самый простой пример. Сейчас, наверное, вы слышали новость о том, что гаишники будут оснащены электрожирными электрошокерами. А выпускает их неизвестная санкт-петербургская фирма, название которой уже в прессе великало, и найти нетрудно. Как позже выясняется в новостях, будут гаишники пользоваться этими электрошокерами или не будут, в общем-то, это еще непонятно, это не факт, и вообще начальник ВВД, точнее ГАИК, ВДД Москвы это вообще полностью отрицает. Соответственно, что мы видим? Упоминание на фоне интересного, глободневного события, там, гаишники и всякие долгодородные превышения, еще и электрошокеры. За счет этого небольшая производственная фирма, которая выпускает не только электрошокеры, но и всякие другие электрические вещи получил для себя всемирную, там, точнее, федеральную, по крайней мере, известность. Вот, это простой пример, партизанского пиара. Партизанский маркетинг, мне понравилась штука, когда есть снег, допустим, он попадает в центре на все припаркованные машины, туристические фирмы пишут на лобовом стекле сколько стоит путевка в теплую страну, там, допустим, в Бали, там, 700 долларов, в Таиланд, 900 долларов. Ну, и все написано на лобовом стекле, которое запорожено снегом. Партизанский маркетинг в самом хорошем виде. Вот, поэтому применяйте озарение. А как настроиться на озарение, здесь написано в моей книге «Бизнес-ассоциация». То есть, там пара приемчиков приведена. А какие основные шаги могут своих перечислиться? Я советую открыть соответствующую главу, прочитать, попробовать потренироваться. Там есть конкретные мини-тренинги и упражнения. И, соответственно, там есть ссылочка на литературу, которую можно все-таки, если вы любите читать, почитать. Поэтому суперфирма – глава бизнеса ассоциации. То есть, здесь имеется в виду не ассоциации, в том плане, когда объединяется целью делать что-то ассоциации, типа, с чем может то или иное дело и продукт ассоциироваться. Спасибо за вопрос. Спасибо. Или есть еще вопросы? Скажите, а вот сейчас время кризиса, часть бизнеса схлопнулась, и рынок рекламы тоже немножко как бы так поджался. Вот. Вот в это время есть ли смысл, как говорится, начинать бизнес, открывать фирму, и вообще в какое время, то есть на падающем рынке, на замеревшем или на восходящем рынке надо начинать вот свое дело, раскрутку и так далее. Продолжение следует...